Рекомендую к просмотру канал Юнио Продакшн. Команда занимается качественными игровыми роликами, а именно детальными обзорами на старые и новые игры, приправляя их первоклассно с режиссированными кастомными сценами под тематику игры, полными прохождениями и игрофильмами, обзорами компьютерной периферии и мобильных устройств, а также различными обучающими роликами. Качественная работа над видео, прекрасная подача и харизматичные ведущие, с которыми ты точно не заскучаешь. Поддержите авторов подпиской на канал, ссылка находится в описании к ролику. Итак, здравствуйте всем, привет всем, наконец-то то ради чего я, собственно, и заходил в Call of Duty Mobile, это посмотреть зомби-режим, который, кстати, через пару недель уберут из этой Call of Duty на переработку, или уберут полностью, неизвестно, потому что онлайн здесь маленький. В общем, пока его не убрали, я, как обычно, своевременно должен хотя бы посмотреть, что он на себе представляет, и, ну что сделать, сравнить с оригиналом, побегать, посмотреть, может, чего-то нового здесь добавили, и сразу можно посмотреть то, что в качестве режимов здесь можно выбрать три штуки. Это Normal Raid, Hardcore Raid и Survival. Survival, как я понял, это просто бесконечное выживание, а рейды это отстрел Орды, в конце будет падать босс, которого также нужно будет устранить. Я думаю, пойти в Normal Raid, посмотреть, что это такое, потому что бесконечное выживание, это, в принципе, и так понятно. И хочу выразить огромную благодарность Ранису Фарахову, надеюсь, с ударениями я не ошибся, за то, что предоставил мне полноценный развернутый гайд со скриншотами по синануме. Итак, ладно, заранее благодарю вас за ваши пальцы вверх, не забывайте их ставить и подписываться на канал, если вы тут впервые, видеоролики выходят ежедневно. Ну что, Call of Duty Mobile в зомби-режим, поехали! Итак, народ, я решил пойти в этот режим сегодня один, потому что не хочется подводить команду тем, что я буду нубас, хотя мне говорили, что сейчас в зомби-режиме как раз одни нубасы сидят. Такие же, как я сейчас понимаю секретное убежище времен Второй Мировой Войны. У меня почему-то на этой карте 40 фпс. Я не знаю, с чем это связано, я только что тестировал это все дело на мультиплеере, в мультиплеере было 60 стабильно. Классно оптимизирован режим на этом эмуляторе, просто 10 из 10. Итак, значит, режим Normal Rate, здесь какой-то пинг небольшой чувствуется, хотя в лобби, по идее, я сижу один. Итак, давайте купим Quick Revive, готово. Можно закупать неограниченное количество перков, то есть сколько хочешь, столько и будет. И здесь, кстати, починка окон происходит самостоятельно, тебе надо просто стоять около них. Довольно удобно, но все-таки казуально. Так, купим коины. Итак, что мне там выпало? Here a case. Я не успел прочитать, что дает эта обилка, но, в общем, это местный аналог Губльгама из Goal of Duty Black Ops 3. Давайте первое оружие, что ли, закупим. Пускай это будет данная штука. Первым делом нужно накопить сейчас кучу ПТСов, и, мне кажется, маленькая имбаланса добавлять сюда такое оружие, в самую первую комнату. Ну ладно, посмотрим в итоге, что из этого будет. Только, кстати, дойду до восьмого раунда, сразу написано, выпадет босс Abomination. Надеюсь, он будет не такой сложный, чтобы я хотя бы успел его убить. Так, открываем первую дверь. Аналогичным образом, кстати, здесь можно купить еще за монеты баф на полторы тысячи, но до этого мы еще дойдем. Значит, смотри, вверху слева таймер. Что это за таймер, простите? Я не знаю. Это время, которое мне дается на прохождение рейда, или что? Давайте еще одну дверь откроем. Даже внутри игровые звуки какие-то есть. Знаете, меня немного напрягает то, что на миникарте тебе показывают все местоположение зомби, где они вообще здесь присутствуют. Еще можно Губльгам купить. Ну давай. Смотри, зомби, на которых я смотрю, они зависают. Вообще, кстати, довольно имбовая штука, на самом деле. Но для того, чтобы маленько разбавить обстановочку, в принципе, неплохо. Четвертый раунд подъехал. Ну, в общем, что я могу сказать? Бонус поинтс? Прикольно. По-моему, этого бонуса не было на синономе оригинальной. Слушайте, мне бы уже, наверное, не помешалось закупить Джаггер Фанту какую-нибудь условную. По-моему, у меня автоинк включен в этом режиме. Я почему-то не удивлен, что зомби-режим не такой популярный в Call of Duty Mobile. Во-первых, мне писали то, что люди ливают после 10-го раунда. Именно, я так понимаю, когда рейд заканчивается. То есть люди уже не видят смысла дальше играть на карте. Или они в Сюрвайвале на 10-ом раунде ливают. Там вроде бонусы больше не падают или что-то в этом роде. О, бомба. Но на самом деле я бы очень сильно... Так. А вот бонусные волны, кстати, есть на этой карте. Так, подождите, у меня Джаггер Фанта нет. А почему собаки спавнятся подряд? Смотри, они всем количеством сразу на карте спавнятся. Нормально, неплохо. Хотя я не знаю, зачем я это объясняю. Я думаю, каждый человек, который смотрит этот ролик, тот раз уже играл в Call of Duty Mobile и знает, что это не меньше меня, не хуже меня. Ладно, прогуляемся в другую сторону. Так вот, я не успел договорить. Я бы на самом деле посмотрел на карту Нахдерун Тоттен, которую хотели все-таки сюда добавить. Trip Mine, 4 тысячи стоит. Мне кажется, что не стоит 4 ксаря сейчас тратить на это все дело. Давайте откроем проход сюда на болото. Главное дойти до ящика со случайным оружием. Дальше, думаю, будет маленько попроще. Так, зомби, не стоит этого делать. Джаггер Фанта. Мне сейчас на самом деле очень сильно повезло. Если бы ее здесь не было, возможно, шестая волна стала бы для меня последней. По поводу, кстати, хардкор-мода. Я так понимаю, в хардкор-моде у зомби либо хп больше, либо их спавнится больше на волнах. Но всецелая разница не должна быть какой-то колоссальной. Так, стартовая локация. Здесь как-то карту можно открыть на М? Да, на М. Я забыл, в какую сторону я ходил, в какую не ходил. Вот в это, по-моему, я не ходил еще. Ну, значит, рандомим. Либо быстрокола выпадает. Давай возьмем нож. Подожди, нож. Нож. Либо выпадает быстрокола, либо выпадает... А что еще? Слушай, а по-моему, все. Только она и должна выпасть здесь, правильно? И... А не, здесь как-то льванос везти выпал. Понимаю. Найс, там какой-то бонус выпал. Клевый. Я его не могу подобрать, потому что зомби насели на меня. О, довойные поинты. Машина смерти. Во! Вот это уже нормально. Вот эта штука мне нравится. Так, а не нашел я ящик со случайным оружием, который здесь присутствует. А! Ну да. Лучше же имеется. В общем, можно купить штуку. Если мне опять выпадет вот это фергейс, значит, я просто не настроил ничего. Ящик со случайным оружием. Наконец-то. В общем, человек мне написал о том, что здесь может выпасть луч и мед где-то с десятого раза. Уж гарантированно, не гарантированно. Будем сейчас на это смотреть. Так. Да, я все оружие поменяю. Просто посмотрю, что тут на выпадает. Кстати, смотрю, Мистер Ибокс здесь крутится гораздо быстрее обычного. Страйкер это вообще из Modern Warfare 3. Что там еще? Просто сипойнт отрачу на закупку оружия. Так, ладно, все. Я понял, что мне дальше будет выпадать. Подожди, я могу два страйкера взять? Серьезно? Как оно работает? Окей, а если я, допустим, выстрелю и перезаряжу? Ага, у другого оружия свой боезапас. Я даже не знаю, относительно ли это к каким-то классным функциям. Смотрите, тут есть лифт? Да, части пропущены. Лифт этот можно починить. Нужно найти две детали, которые находятся на карте. Только местоположение я подзабыл, поэтому сейчас походу в каждый угол придется тыкаться. Плюс здесь бай-бафсы. Еще есть бафсы. Смотри, увеличить урон, увеличить скорость перезарядки. Давай скорость перезарядки увеличу. А, еще, еще, ее так качать можно. Увеличивает хп игрокам на 10%. Давай, наверное, все купим. Стаггер эффект, аппендап. Был написан, можно купить только три бафа. Все, нашел, наконец-то, первую деталь. Она находится в самой начальной локации. Я не знаю, сколько их тут можно подбирать, но сделаю вид, что вставим по одной детали. Подожди. А вот и вторая. Нет, здесь можно, значит, две сразу взять. Я не уверен, кстати, что он мне вообще, если честно, пригодится. Но хорошо, что все детали находятся прямо в стартовой локации. Так, починка сама происходит? Нет, надо подождать. Готово. Одна из двух. И сразу же вторую. Запускаем, посмотрим, на что он способен. Вау. У меня сейчас было такое ощущение, как будто игра зависла маленько. Так, и где я, простите? А, я понял. Это лаборатория. Вот, вот, где находятся остальные перки. Электрическая вишня. Это, я так понимаю, новая локация на Синануме. Лаборатория, в которой есть растения, по взаимодействию с которыми в определенном порядке можно изменить финального босса в рейде. Но, если честно, я уже не помню, в ком порядке это нужно делать. И, по-моему, я все равно еще что-то пропустил. Я сто процентов уверен. Вот эти растения, да, четыре штуки. Я уверен, я что-то пропустил. Что-то надо было еще сделать. Топ секрет. Прочитать. Объект номер один. Да, емае. Я даже почитать ничего не могу, что здесь происходит. Ладно, давайте пока вернемся обратно. Так, на лифте. Кстати, а лифт вообще платный? Нет? По-моему, бесплатный этот лифт полностью. Окей, ладно. Вернемся-то на синаному обратно. Я думаю, добьем уже последнего. И посмотрим хоть на рейдового босса, как он выглядит и так далее. Босс стартует через 55 секунд. В общем, здесь дает время на то, чтобы подготовиться к нему. Судя по всему, сейчас будет жаркая битва. Ладно, надеюсь, я смогу заплевать этого рейдового босса хотя бы с двух страйкеров. Потому что, ну, что еще делать? Электрическую вишню я не успел купить, дэдшот я не успел купить, хотя дэдшот мне и так бы не помог. Ладно, давайте. Ага. Добро пожаловать в параллельную вселенную, как я люблю говорить. Ладно, что сейчас будет происходить? Что это такое? У меня карта просто на глазах прогружается. Так, псина. Понял. Ну, здравствуй. Босс локации Abomination. Не, слушай, идея с боссом может быть и неплохая, но используйте РПГ, чтобы уничтожить что-то там. Я так понимаю, чтобы уничтожить его чешую, броню или что-то в этом роде. Да, попробуем. Ну-ка. Готово. Да, страйкер наносит просто минимальный урон. А у меня вопрос, а зачем мне вообще нужно было оружие? Ты, вот смотри, сколько оно ему урона наносит. То есть тут есть какие-то, ну, типа микрокриты свои? Эти микрокриты, по-моему, полностью бесполезны против него. В любом случае, бесконечный запас вооружения, это уже хорошо. Он еще и иммунитет иногда получает как нестрелу. Ну-ка. Почему зомби так мало нападают, кстати, сюда? Я думал, здесь зомби просто будут тебя атаковать, я не знаю, в размере там 60 на одну зону. Я так понимаю, в хардкор-моде рейда, кстати, здесь еще и патроны, по-любому, не бесконечные во время убийства финального босса. Да, само оружие здесь не нужно. Единственное, кстати, знаете, что я не сделал? Я пока панчи не проверил. По-моему, я его разбесил маленько. Теперь он будет, да, теперь он будет под землю уходить постоянно. Аааа! Лучший закуп на босса. Спидкола, как-то левоносливости, джаггерфанта. Остальное, в принципе, не имеет значения. Есть еще РПГшки где-то? А это что такое? А, это он оставляет за собой штуки, которые дамажат. Крит, 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 крит. Ой, как хорошо, сколько урона. По-моему, он разбесился в конец. Сейчас уже, как бы, все, финальная атака. Кстати, черепа стали быстрее лететь главного героя. Давай используем заморозку. Я не знаю, кстати, на босса она работает или нет. Но, по идее, на зомбаков, да, должна. Все, босс локации готов. Неужели это было полное прохождение рейда? Окей, победа. Так, а дальше что будем делать? Второй босс какой-нибудь ожидается или нет? Меня просто выкинуло в главное меню. Очень долгая загрузка. Победа. Общее количество дамага 221 тысячи. Ну, конечно, я крутой. Это же нормал мод был. Ладно, ливнем. Еще что-то есть? О, губльгам выпадает рандомный. Ну, давай. Как там крутить? Ага. А, это скинцы были, это не губльгамы. Скин, скин, скин. Круто, наверное. И ловелапнули в мультиплеере. Хотя я туда, в принципе, не полезу уже, скорее всего, больше. Ладно. Я думаю, что колды мобайл мне хватило. Во всяком случае, на месяц вперед. Но думаю, что все-таки стоит подождать какого-то крупного апдейта, чтобы еще раз сюда зайти. Но всецело, что могу сказать по поводу зомби-режима? Я думаю, мнение не поменялось с самого начала, когда я там первые 5 минут бегал на синануме. Если честно, зомби-режим получился так себе. Ну, то есть рейды сколько там? Минут 20 идут, если вчетвером ходить. Ну, так чисто скинцы повыбивать. То есть не покрутишься особо, зомби до тебя быстро добегают. В общем, я думаю, что разработчики свернули в правильную сторону, что решили сделать ремастер, так скажем, зомби-режима. Маленько его подредактировать, даже не ремастер, а ребренд целый сделать. Оставив игрокам на данный момент только мультиплеер и батл-ройал. Но посмотрим, что будет дальше. Ну что ж, на этом тогда видеоролик подходит к своему завершению. Если у вас есть какие-то заветы по зомби-режиму, может я что-то пропустил здесь, я уж потом в оффлайне это нагоню, проверю. Пишите в комментариях. А с вами был Спектр. Играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Услышимся с вами в следующем видеоролике. Всем желаю удачного дня. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok